Ладейно-Польский муниципальный район, муниципальное образование в северо-восточной части Ленинградской области, административный центр, город Ладейное поле, отсюда название района, включая два городских и три сельских поселения, образован в сентябре 1927 года. Исторически ему предшествовал Ладейно-Польский уезд Ланецкой губернии. Население 29664. География граничит на севере с республикой Карелии, на северо-востоке с Подпорожским муниципальным районом, на юге с Тихвинским муниципальным районом, на юго-западе с Волховским муниципальным районом. С запада территория района омывается водами Ладожского озера. Площадь района – 4,91 тысячи квадратных километров, что составляет 6,6% всей территории и области. По этому показателю район занимает седьмое место в регионе, расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга – 239 километров. Природа территории района имеет равнинный рельеф, абсолютные высоты отдано от уровня моря. В западной части района находится Приладожская низменность, в Центральной – Свирская низменность, в Восточной – Ладейно-Польская возвышенность. Имеются залежи торфа. Климат района умеренно-континентальной. Средняя температура июня – 17 градусов Цельсия, января – 10 градусов Цельсия. Годовое количество осадков от 680 миллиметров, абсолютный минимум температур – 48 градусов Цельсия, максимум – 34 градуса Цельсия. По территории района протекают реки Свирь, Аять, Паша. В районе преобладают сильно подзолистые и среднеподзолистые почвы, а в долине реки Свирь, Алювиальной, также имеются торфаны и болотные почвы. Леса в основном коренные, в западной части сосновые, восточные, еловые, уровень лесистости от среднего до высокого. Из млекопитающих в районе обитают лось, волк, андатра, заяц, беляк. Из птиц – серая куропатка. На территории района расположен Нижнесвирский государственный природный заповедник. История. До 1927 года в составе Петроградской губернии существовал Адеинопольский уезд. Ладеинопольский район образован постановлением Президиума в ЦИК от 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области и первоначально включен в состав Ладеинопольского округа. В состав района вошли следующие части бывшего Ладеинопольского уезда. Из Луначарской волости – 14 сельсоветов. Из Шапшинской волости – Ворбинский сельсовет. Площадь района в первоначально установленных границах составила 2251 квадратный километр. На момент образования в состав района входили 15 сельсоветов. 1. Ворбинский, 2. Горский, 3. Заостровский, 4. Иммаченский, 5. Каномский, 6. Кандужский, 7. Лахтинский, 8. Люговский, 9. Мандрокский, 10. Перкинский, 11. Сверский, 12. Тенинецкий, 13. Шаменский, 14. Шангинский, 15. Шаткусский. В ноябре 1928 года в ходе укропнения сельсоветов были упразднены Шангинский и Шаткусский сельсоветы. Тогда же из карельских селений северной части района был образован Карельский национальный сельсовет. По становлению Президиума в ЦИКО 10 декабря 1928 года в состав района включены Никоновский и Сюрьянский сельсоветы, переданные из Аятского района. Никоновский сельсовет был почти сразу упразднен. По становлению ЦИКО СНК СССР от 23 июля 1930 года округа были упразднены и район был непосредственно подчинен областным органам. По становлению Президиума в ЦИКО 30 января 1931 года населенный пункт Свирестра отнесен к категории рабочих поселков. Указом Президиума Верховного Совета РСФСРУ от 19 сентября 1939 года в рамках ликвидации национальных административных единиц упразднен Карельский сельсовет. По становлению Президиума Леноблисполкома 20 октября 1939 года его территория была включена в состав Кантужского сельсовета. В период Великой Отечественной войны в начале сентября 1941 года северная часть района была оккупирована финскими войсками. В связи с приближением фронта население района было эвакуировано. Однако стабилизация фронта по Свирскому рубежу позволила реэвакуировать часть населения района. К осени 1942 года в пределах Ладейно-Польского района функционировали 15 колхозов и проживало 2336 человек. В конце октября 1942 года население района было вновь эвакуировано в рамках мероприятий по очистке 25-километровой прифронтовой полосы от гражданского населения. Около половины населения района было вывезено в соседний Аятский район, половина – за пределы Ленинградской области. В конце июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции территория района была освобождена от войск противника, и жители района смогли вернуться в родные места. Однако к началу 1945 года сельское население района насчитывало лишь 2098 человек и даже к 1955 году, спустя 10 лет, 4080 человек, в то время как перед войной оно составляло 11 813 человек. В связи с военными действиями прекратили свою деятельность четырех сельсовет района из 14 – Канумский, Лахтинский, Мандрукский и Перкинский. Пормально они были упразднены лишь в начале 50-х гг. В 1952 году упразднен Сюрьянский сельсовет. Его населенные пункты были переданы в состав Люговского сельсовета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года объединены следующие сельсоветы. Кандушский, Свирский, Вадин Сельсовет, с присвоением ему наименования Андреевщинский сельсовет, Шаменский и Тенинский сельсоветы, Вадин Тенинский сельсовет, Горский и Застровский сельсоветы, Вадин Застровский сельсовет. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1955 года в состав Владеинопольского района была включена территория упраздненного Аятского района. В составе Аятского района Владеинопольский район были включены 11 сельсоветов. 1 – Олеховщинский, 2 – Курекинский, 3 – Мустинский, 4 – Ольховский, 5 – Перозерский, 6 – Подборский, 7 – Тервенический, 8 – Хмельзерский, 9 – Шапшинский, 10 – Евшинский, 11 – Яровщинский. В 1956 году упразднен Варбенский сельсовет. Входивший в его состав населенный пункт Печеница был передан в состав Шапшинского сельсовета. В 1960 году был упразднен Тенинский сельсовет. Его населенные пункты перешли в подчинение Свирестроевского постсовета. В этом же году упразднены сельсоветы А – Мустинский, Б – Люговский. В 1961 году упразднены Перозерский и Евшинские сельсоветы. Населенные пункты Перозерского сельсовета переданы в состав Курикинского сельсовета, Евшинского сельсовета, в состав Тервенического сельсовета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года был образован Ладейно-Польский сельский район, включивший в себя территории бывших Ладейно-Польского, Винницкого и Подпорожского районов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Ладейно-Польский сельский район преобразован в район. Из его состава вновь выделен Подпорожский район. Этим же указом Ладейное поле был отнесен к категории городов областного подчинения. Ладейно-Польский городской и Ладейно-Польский районные советы были объединены в один Ладейно-Польский городской совет депутатов, трудящихся с передачей, ему функции управления районом. Таким образом, с 1965 года Ладейно-Польский район являлся лишь территориальной единицей в составе Ленинградской области. В 1965 году образован Первомайский сельсовет. В его состав включены населенные пункты, ранее подчинявшиеся Свирестроевскому постсовету. Решением Леннаболисполкома 23 октября 1974 года в состав Ладейно-Польского района включен Доможировский сельсовет, переданный из Волховского района. 1 января 2006 года район получил статус муниципального района. В составе района образованы два городских и три сельских поселения. Город Ладейно-Поль вошел в состав района как городское поселение. Демография Динамика численности населения района Численность населения района составляет 1,67% всего населения области. По этому показателю район занимает 18 место в регионе. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Урбанизация в городских условиях проживает 70-51% населения района, что несколько выше среднеобластного значения. Национальный состав по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Муниципальное территориальное устройство. В Ладейно-Польском районе 123 населенных пункта в составе двух городских и трех сельских поселений. Упраздненные населенные пункты 10 июля 2007 года в Законодательном собрании Ленинградской области рассматривался вопрос об упразднении населенных пунктов в Колокольнице и Совхоз Ильич Ладейно-Польского района в связи с отсутствием проживающего населения. На законопроект был отклонен. Экономика, промышленность района представлена лесной, деревообрабатывающей, строительной и пищевой отраслями. Также имеется Нижне-Свирское ГЭС. Сельское хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве и картофелеводстве. Транспорт. Главным транспортным узлом района является город Ладейное поле. Железнодорожный транспорт. По территории района проходят два железнодорожные линии. Санкт-Петербург, Ладейное поле, Петрозаводск. Ладейное поле, Олонец. По линии Санкт-Петербург, Петрозаводск осуществляется пассажирское сообщение пригородными электропоездами, а также поездами дальнего следования. Автомобильные дороги по территории района проходят следующие. Автомобильные дороги. М18, Кола, Р-36, Ладейное поле, Тихвин, Р-37, Ладейное поле, Ашта. Автобусное сообщение в районе развито. Регулярные автобусные сообщения представлены городским маршрутам Ладейного поля, пригородными маршрутами от Ладейного поля, междугородными маршрутами. Основным автоперевозчиком района является МУП «Автотранс». Власть местное самоуправление не в районе осуществляется на основании устава. Представительную власть в районе осуществляет Совет депутатов. В него входят по три представителя от каждого поселения района, глава поселения и два депутата, избранных Советом депутатов поселения из своих рядов. Совет депутатов района возглавляет глава района, выбираемый Советом из своих рядов. С 1 января 2006 года главой района является Раткевич Владимир Михайлович. Исполнительную власть в районе осуществляет администрация. Глава администрации назначается на срок полномочий Совета депутатов Советом депутатов муниципального района из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются Советом депутатов района и губернатором Ленинградской области. С 1 января 2006 года главой администрации района является Дмитренко Илья Александрович. Средства массовой информации. Районная газета «Ладейное поле» выходит с октября 1924 года. Еженедельная газета для инициативных людей «Кто о чем» выходит с сентября 2004 года. Достопримечательности. В городе Ладейное поле расположен историко-краеведческий музей АВАЗ. Алёховщина находится музей керамики и современного гончарного производства. В районе расположены три монастыря – Вединско-Наяцкий женский монастырь в Рассвете, Александросвирский троицкий мужской монастырь в Старой Слободе, Покровский тервенический женский монастырь в Тервеничах. Также в населенных пунктах района расположено большое количество храмов и часовен. На территории Ладейно-Польского района находится Нижнесвирский орнитологический заповедник. Ко всему прочему, район богат неолитическими стоянками и курганными захоронениями. О поселениях Эльменских словен говорят названия Зоозелье, Свирское поле, Слепуха и ДР. О поселениях Веси, Габср, Лахта, Свирь и ДР.